Здравствуйте, товарищи! В памяти любителей спорта, а они и сами эти участники игры запоминают на всю жизнь. Приглашение в сборную мира – это не только большая честь для спортсменов, это признание достижений футбола той или иной страны. И сегодня мы с горностью отмечаем высокий авторитет советского футбола. Три советских спортсменов приглашены в сборную Англии. Встреча только что началась в красной и темной форме сборная мира, в белых футболках и голубых трусах сборная Английской лиги. Составы команд. Сборная мира. Вратарь Ренат Досай. Советский Союз. Спартак Москва. Второй номер. Жазимар. Бразилия. Клуб Фотофого. Третий номер. Селсу. Бразильский игрок, выступающий в клубе, в португальском клубе Порто. Четвертый номер. Хулио Альберто. Испания. Клуб Барселона. Пятый номер. Глен Хиссон. Швеция. Игрок будет в этом сезоне выступать в итальянском клубе Сериантино. Шестой номер. Сальваторо Бани. Италия. Клуб Наполи. Номер семь. Томас Бертоль. Федеративная республика Германия. Клуб Верона Италия. Восьмой номер. Гарри Линникер. Англия выступает за испанский клуб Барселона. Девятый номер. Мишель Плотини. Француз. Который в этом сезоне завершил выступление в футболе. Но вот на эту игру приглашен. Десятый номер. Капитан команды Диего Марадона. Первый опасный момент в ворот сборной мира. Итак, Диего Марадона. Десятый номер. Аргентина. Клуб. Итальянский клуб Наполи. Одиннадцатый номер. Паула Путре. Португалия. В этом сезоне будет выступать за испанский клуб Атлетика Мадрид. Старший тренер. Англичанин Терри Венебел. Тренер испанской Барселоны. Сборная команда английской лиги. Ворота в первом тайме справа. Вратар Петер Шилтон. Сборная Англии. Клуб Верби Каунти. Второй номер. Ричард Кук. Шотландец, выступающий за команду Тоттенхем Ходспор. Кенни Сенсон. Номер три. Англия. Клуб Арсенал. Четвертый номер. Джон Маклеллан. Северная Ирландия. Клуб Отерфор. Пятый номер. Пол Макграс. Сборная Ирландии. Клуб Манчестер Юнайтед. Шестой номер. Лайан Брэдди. Ирландия. Вестхем Юнайтед. Седьмой номер. Брайан Робсон. Сборная Англии. Манчестер Юнайтед. Восьмой номер. Нейл Уэб. Англия. Смоттингем Форест. Клифф Аллен. Номер девять. Англия. Тоттенхем Ходспор. Петер Сверсли. Десятый номер. Англия. Ливерпуль. И одиннадцатый номер. Крис Уодл. Англия. Клуб Тоттенхем Ходспор. Бобби Робсон. Тренер сборной. Английской лиги. Тренер сборной Англии. Судейская бригада. Вся состоит из англичан. Кейт Хаккет. Главное. Судя. Простите опасный момент. Мяч летит. Нет. Ворота не попадает. Гарри Лидигер. Арбитер едва не забил мяч ворота Петера Шилтона. Еще раз посмотрите. Атаку сборной мира. Обыграл воротая. И вот находясь под острым углом. К воротам не попал. Восставленный голкипер ворота. Итак. Кейт Хаккет. Главный арбитр. Судьи на линии. Джим Картер и Дэвид Чарнли. Итак. Дорогие друзья. Праздник футбола начался. В Лондоне на стадионе ОМЛИ. Ренат Досай с мячом. Второй номер. Жоземар. Вы уже хорошо игроков знаете. Уверен, что многих из них. Вы помните по Чинканату, мира по-другим. Воложения в Диигере нет. Вновь Шилтон выходит. Далеко. Далеко покидает ворота. И с трудом отбил мяч. Первые минуты прошли с преимуществом хозяев поля. А вот теперь игра выравнилась. И смотрите. Уже два опасных момента было у ворот Шилтона. В Англии сегодня прохладно. 17 тепла. Ну и около 100 тысяч зрителей на трибунах. Мишель Полотени. Специально к этому матчу готовился. Он уже несколько месяцев не играл. Но готовился в тренировочном лагере команды Марсель. Этот клуб в чемпионате Франции готовит с Мишелей Дальгоем. Вместе с Жересом, другими игроками он несколько недель, три-четыре недели готовился. И по заявлению Мишеля Полотенина в хорошей форме. Игра проходит на редкость корректно. Обратите внимание. Высокую технику показывают футболисты обеих команд. Сборная команда английской лиги готовилась несколько дней. Готовилась серьезно. Ну а футболисты сборной мира собрались совсем недавно. Я вчера вот прилетел в Лондон. И встречавший меня собственный корреспондент в гости лирадио Сео Шишковский с оператором Вячеславом Степановым. Они меня встретили. Мы сразу поехали на базу сборной мира. Приехали на эту базу. Она находится в 20 милях от Лондона. Приехали и в холле встретили Рената Досаева. Он спокойно пил кофе. Рядом с ним был игрок из порта бразильщиков Селсу. И больше никого не было. За сутки еще не было игроков. Вот они приезжали вчера вечером. Наши Биланов и Заваров приехали сегодня. Марадона вчера вечером. Не было и тренера. В 30 милях от этой базы тренировались и жили футболисты сборной английской лиги. Мы поехали туда. Нас не пустили на тренировку. Сказали, что журналистов не пускают. Проходят тренировки при закрытых дверях. Вчера в футболисты сборной английской лиги провели две тренировки. И тренер Боби Ростон сказал, что команда очень серьезно готовится и делает все, чтобы победить. Ну и Дерри Венебелл сегодня выступая перед игрой сказал, что и сборная команда мира, несмотря на то, что команда не сыграна, надеется на победу. Итак, сильнейшие футболисты мира, обладающие высоким мастерством, техникой, тактическим разнообразием, играют с командой английской лиги, которая, в общем-то, доставлена из игроков, которые играют похожее в футбол и которые уже достаточно сыграны. Первые минуты проходят в равной борьбе. Марадона с мячом, капитан сборной мира. Передача в центр поля. Футре ходит назад. Англичане играют очень плотно. Бёрстли отправляет мяч. Мяч налево. Одл. Ходит в штрафную площадку в последний момент. Целсу выбивает мяч за боковую линию. Угловой удар. Лайан Брэдди, мы его хорошо знаем. Компитан сборной команды Ирландии, сейчас выступающий за Вестхэм. 31 год ему. Он будет сейчас подавать, выполнять угловой удар. Сегодня перед матчем он сказал, что я всё сделаю, чтобы Марадону не было видно, чтобы он не забил мяча. Ну, посмотрим, как будут обороняться хозяева поля. Больба в районе 20 метров в отметке. Мяч выбит. И Марадону отошёл назад. Плотини. Нет. Англичане, смотрите, притягивают. И, тем не менее, сделает великолепный пас вперёд Ленигеру Плотини. Джон Маклеланд, четвёртый номер, центральный защитник, начинает комбинацию. Отходят назад футболисты сборной мира. Они защищаются в эти первые минуты позиционно. Брэдди. Уэб. И опять Телсу сыграл хорошо. Четвёртый номер, Фулио Альберто. Вот он с мячом. Мяч выкатывается за пределы поля. 0-0 пока в матче сборной английской лиги и сборной мира. Седьмой номер, капитан команды, хозяев поля, Брайан Робстон. Брэдди. Великолепные диагональные передачи нам. И аплодисменты. Смотрите, зрители приветствуют и передач. Не только удары по воротам доставят мячом. Сегодня мы увидим всех игроков, которые приехали сюда, которые заявлены в резерв. Я вам сообщу фамилии игроков, которые находятся на скамейке запасных. В сборной мира, помимо наших, Заварова и Биланова, вратарь Зубизаретта, Драгон Стойкович, Югослав. Ларсон Хеттерш из клуба Гетеборг, шведский игрок. Фрэбен Эль Кьяр. У англичан, ну, впрочем, в сборной английской лиги я игроков, которые будут выходить на замену, я буду называть, уже когда они будут появляться на поле. Тут и Уайтсайд, и Вратарь Агрызович, Невин, Смит. И аргентинский игрок-чемпион 78-го года Асвальдо Ардилис. Он выступает в клубе Тотовкем Ходспорт и находится сегодня на скамейке запасных. Пока игра проходит спокойно. Но не кривых атак. В сборной мира, в основном, обороняется. Робсон. И опять вичем Платини. Это Бертольд, самый молодой футболист. 21 год ему. Отличная передача! И опять поворотом бил Леникер. Леникер все время впереди, а ему ассистируют и Платини, и Марадона, немножко оттянув их назад. Они помогают, вот этому игроку, который выдвинут вперед, завершать комбинации. Жоземар, второй номер. Дебютировал в составе сборной Бразилии на чемпионате мира. Когда заболели ведущие футболисты сборной Бразилии, он вышел. Это был матч, по-моему, с командой Северной Ирландии. И закрепился прочно в составе команды Бразилии. 25 лет ему, клубу Ботапогу. Действует справа в обороне. Положения вне игры нет. Арбитр, оказывается, не было. Керсли входит. Красуев, с угла в радарскую проходит. Прекрасно играет Ренат Досаев. Чуть-чуть отпустил от себя мяч Петер Керсли. И Досаев сумел помешать ему направить ночь в ворота. Брэдди, мяч идет в сторону от ворота. Справа, я уже разобрался немножко, как расположились игроки справа. Жоземар, слева Хулио Альберто в обороне. В центре Селсо. Третий номер и пятый Хиссон. Впереди, постоянно спереди находится Ленигер. Все остальные футболисты в середине поля. Ну и по ситуации, либо они отходят назад, помогать обороне, либо включаются к атакам. Плотяний. Альберто. Идет вперед. Нет. Не успели партнеры к мячу. Защитники сыграли лучше. Защитники сборной английской лиги. Плотяний. Марадона. Два футболиста, которые последние годы считались лучшими в мире. Вот, наконец, они встретились в одной команде. Англичане стараются действовать широко. Обратите внимание. И на флангах все время находятся у самой кромки поля футболисты. Футболисты. И вот дальние удары. Уже не первый удар бил. Крис Фодал. Пауло Путре, который мы тоже хорошо знаем. Игрок сборной Португалии. Всем недавно мы помним его, как он играл за свою команду Порто. В матчах с киевскими динамовцами. Начиная с этого сезона он будет выступать в испанском клубе Атлетика Мадрид. Жозимар. Бёртсли. Уэб, восьмой номер. Англичане не торопясь идут вперед. Но здесь очень внимательно играют защитники. Целсу, Леникер. Шестой номер это Сальваторе Бони. Партнер Марадоны в клубе Наполи. Очень хорошо они по отзыву с анталистами взаимодействуют в своем клубе. Ну и здесь наверняка увидим, как работает связка Бони-Марадона. Брэдди. И опять длинная передача. Жозимар, Целсу, бразильцы здесь рядом оказались. Неточный пас. Седьмой номер Томас Бертольд. Леникер. Отлично играет Леникер. Великолепная передача. Нет, Дертольд снялся. Дертольд, и самый говорил, молодой игрок. Здесь, наполеем, 21 год. Игрок сборной команды Федеративной Республики Германии. Теперь он будет, раньше играл в клубе Энтрахт, Францфурд. С нового сезона будет выступать итальянский клуб Верона. Там, где играет Фрэбен Эль Кьяр. Крис Оодл все время немножко отходит назад и начинает комбинации на правом фланге. Диагональная передача налево. Защитник Кенни Сэнсом. Брайан Робсон. Селсу. Футре набирает скорость. Немножко сзади плотинил. Вот Марадонна. Футре. Леникер нет, не получил мяча. И опять англичане, футболисты сборной английской лиги, большими силами идут вперед. Игра проходит спокойно. Вы обратили внимание, почти нет нарушений. Арбитра не видно, свистков почти нет. Не слышно. Плотини. Смотрит, кто свободен. Плотини и Марадонна. Все время находятся недалеко друг от друга Марадона. Футре. И вратарь Патаршинка. Здесь многие журналисты, любители спорта вспоминают подобный матч, который состоялся в 1963 году. Тогда сборная мира играла со сборной команды Англии. Тот матч был посвящен столетию английского футбола. И тогда прекрасно сыграл Лев Яшин. В первом тайме играл. Не пропустил мяча. И сборная Англии выиграла 2-1. В втором тайме два мяча пропустил Галклассовский. Нарушений не было. Но, видите, английский судья разрешает играть. Даже всем казалось, что было нарушение, что сбили Марадонну. Нет, не было показывать орбиту нарушения. Оэп. И Досаев. Брэдди бил метров с 8-7. Футре один из самых активных футболистов сборной мира. Марадона. Бертоль, боже, бить поворотов. Петров в 15-й до ворот. Передача, пожалуй, личная передача. Бертоль сбьет. Не очень плотно сейчас в эти последние 5 минут действуют. Игроки обороны и той, и другой команды дают принимать. Начали развигывать комбинации. И поэтому мы видим, как остро, как разнообразно действуют футболисты. Дорфли. Десятый номер. Петер Бёрфли. Он из Ливерпуля. Футболист, который был Ливерпулем куплен год назад командой Newcastle United. И, как пишут внешние газеты, за рекордную сумму. У него было заплачено около 2 миллионов фунтов стерлингов. Это рекордная сумма. Самый дорогой игрок в Англии. Марадона. Утре. Сильнейший удар. Шилтон вышел немножко вперед. Прикрыл ближний угол вверх и поймал мяч. Около 20 минут сыграли команды в первом тайме. Пока 0-0. Хозяева поля атакует. Угловой удар. Кистом хорошо сыграл. Бросился. Под мяч. И у Клиффа Аллена выбил мяч. Клифф Аллен. Девятый номер из клуба Tottenham Hotsport. Обратите на него внимание. Девятый номер. Лучший игрок прошлого сезона. Футболист, который забил больше всех мячей в прошлом сезоне 49 в различных соревнованиях, выступая за свой клуб. На его счету уже более 200 мячей. Клифф Аллен. Девятый номер. Он из Кутболиста Хotsport. Куба Марадона. Леникер. Футре. Альберто. Хулио Альберто. Хулио Альберто. Леникер. И резервный вратарь. Второй вратарь. Субизаретто из испанской Барселоны. Ну, серий Венеблз, тренирующий эту команду, пригласил трех игроков из Барселоны в сборную мира. Робсон. Игра проходит в среднем темпе. Но как только футболисты приближаются к штрафской площадке, темп увеличивается. И здесь уже игроки стараются действовать быстрее. И вот, смотри, какой стремительный рывок Сенсона. Футре. Хирсон. Жозимар, Платине. Положение вне игры. Чуть-чуть поторопился Леникер. Хозяева поля чаще атакуют правым флангом. Дерцли. Марадона. Посмотрел, где Леникер. И пошел вперед прямо на Маклеванда. Маклеван рядом. Слева Леникер. Марадона. Нет, не пошел Леникер. И, может быть, прав. Он чувствовал, что положение вне игры он будет. Остановился. Но арбитр тоже увидел, что положение вне игры было. Но поскольку с мячом соперник свистка не последовало. 23-я минута первого тайма. 0-0. В некоторых эпизодах чувствуется, что, в общем-то, игроки сборной мира не сыграны. Какое-то недопонимание иногда. Но в отдельные эпизоды мы видим, как прекрасно взаимодействуют. До коротких участков поля футболисты между собой. Маматиди, Марадона. Утре Леникер. Гоу! Первый гол на стадионе Оэмбли. Сборная английской лиги выходит вперед. Давайте еще раз посмотрим. Дозаев немножко вышел вперед и не успел среагировать. Ну и видим еще раз, как хорошо играют головой футболисты. Великобритании. 1-0 в пользу хозяев поля. 23-я минута. Капитан сборной английской лиги Брайан Робстон забивает первый мяч. А это Бобби Робстон, тренер сборной Англии. Правозащитник Ричард Гук. Клуб Тоттенхем. Сборная Шотландии. Футболист, который очень хорошо действует в обороне. Футболист, который умеет подключаться к атакам. Мы его сегодня еще увидим наверняка. Еще один дальний удар. Хлифф Аллен. Итак, 1-0 сборная мира проигрывает. 0-1 будем говорить, так. Брэдди. Уэб. Уодл. У меня такое впечатление, согласитесь ли вы со мной, что футболисты сборной мира еще не очень хорошо готовы физически. Во многих странах сезон еще только начинается. Да и англичан только начался проводиться кубковые матчи. Но англичане лучше, мне кажется, физически подготовлены. Быстрее, проворнее. Пока футболисты сборной мира высокой скоростью не блещут. Хистон. Марадона. Футре. Бани. И мяч выкатывается за боковую линию. Хозяева поля действуют быстрее. Еще раз обращаю внимание, в атаке разнообразнее. Футре. И в центре активные дальние удары наносят чаще. Футре сместился направо впервые в сегодняшнем матче. Покинул левый фланг и пошел вперед. Ленихер. Бертольф. Хорошо сыграл Пол Макград. Центральный защитник. Брэдди. Сенсум рядом. Левый защитник. А чуть дальше Уэб. Ударил в сторону от ворот. Да, еще вот в это время игроки не очень хорошо физически готовы. Сезон только начинается в других странах. И поэтому, наверное, бешеных скоростей мы сегодня не увидим. Высокую технику. Это уж обязательно. Тактическое разнообразие. Тоже мы это увидим. Ну и я думаю, что ударов в ворот сегодня будет немало. Бертольф. Жоземар, Платини. Марадонный мяч отобрали. И Марадонный говорил, что он готов процентов на 70, на 80. И поэтому не хотел выступать. Его уговаривали. Не могу я предстать перед всем миром не в лучшей форме, говорил Марадонный. Мне нужно подготовиться еще как следует. Тем не менее, уговорили. Да и гонорар, собственно, Марадонный будет выплачен приличный. 100 тысяч. Фунтов стерлингов получит лучший игрок последнего чемпионата мира за наступление в этой встрече. Футре. Марадона. Футре выходит. Один с воротом. Чуть-чуть промедлил. Чуть-чуть промедлил. Мяч у него отобрали. Можно было бить, не дожидаясь, пока мяч опустится на траву. Трудно было бить. Не просто был ударить. Тем не менее, Футре, наверное, мог сыграть просторопней. Вновь Марадона ведет партнера вперед. Бертон. Удар от ворот. И хочу обратить внимание на то, как футболисты обеих команд, и главным образом футболисты английской лиги, чисто выполняют подкаты. Один из сложнейших приемов отбора мяча. Мы в нашем первенстве в последнее время стали свидетелями того, как подкаты выполняются с нарушением правил. Правил футболисты грубо играют. А англичане мастера выполнения подкатов. И главным образом это делают защитники. Причем в те моменты, когда отобрать по-другому уже мяч невозможно. Вы сегодня несколько раз уже видели, как выполняются защитники сборной английской лиги подкаты. Резаный, передача, перерезанный удар. Вперед, но с мячом хорошо. Сейчас и без мяча хорошо сыграл Селсу. Жазимар, Марадона. У Марадона нет персонального опекуна. Как мы говорим в таких случаях, его все время атакует игрок, который находится рядом. Полузащитник, либо защитник, который в этом эпизоде находится рядом с ним. Но Марадоне стараются не давать принимать мяч спокойно. Это грубо сыграл. Грубость, вот первая грубость в сегодняшнем матче. На 30-й минуте Хулио Альберто нарушил правила. 1-0 пока в сборной английской лиги выигрывает. Хулио Альберто и защитник Гук. Гук оттолкнул соперника руками. Итак, справа Гук. Слева в обороне у хозяев поля Сенсом. И в центре обороны Джон Маклеллан 4-й номер, за полмаград 5-й номер. Впереди у хозяев поля Аллен. 9-й номер, Бёрдс 3-й, 10-й, но остальные игроки в середине поля. Длинный передачный противоположный фланг. Хейсон. Центральный защитник. Оказался в чужой штрафной площадке. Хорошо играет головой в сборной Швеции. Долгие годы, несколько лет играл в Киуде и Гётебург. Но теперь будет выступать в итальянской Феррентини Жазимар. Жазимар отличный удар. Любители спорта помнят, как он действовал в атаке в Мексике. Отлично. Все аплодисменты. Мэйл, Уэб. Слуб Мотингем Форест, Англия. Уодл. Бёрдсли. Да, в атлетизме сильнейшие игроки мира уступают соперникам. Футре. Футре. Итак, Марадона. Нет, Миловский Валлиникер. Здесь в Англии не могут забыть того матча в Мексике, когда сборная Аргентины играла против англичан. И когда Марадона забил мяч рукой. Перед матчем, накануне, по местному телевидению показывали этот эпизод. Сосаев точно бросает мяч в Марадоне. Латяни. Бани. 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 Не говорят сухой лист в исполнении футболистов сборной английской лиги. Сенсом часто, очень часто в сборной английской лиги используют длинные передачи. Ну и типично английский гол мы увидели. Гол забитый головой. Валлиникер падает и борьба жесткая, мужская, но в пределах правил. Плечо в плечо. Никаких толчков не было. Никакой грубости не было. Петер Берцли, обратили внимание, уже говорил о нем, 10-й номер. В сборной Англии он партнер Линникера. Многие мячи. Линникер положения вне игры? Нет. Арбитр показывает, не было. Хорошо тестировать Линникеру. Ну а Линникер 26 летом он забил 24 мяча, причем тут фиксируется как рекорд. Линникер провел 26 матчей, 24 мяча забил. Великолепные достижения. Еще раз угловой. Брэдди. Берцли. Нет. Не удалось ему обыграть Марадону. И теперь он, нападающий, возвращается назад. Пытался в подкате отобрать мяч и нарушил правила. Но арбитр хорошо. Обратите внимание на жестикуляцию арбитра. Он все видел, успел сделать замечание игроку, нарушившего правила. И показал, что свистка не будет, потому что атака развивается. Кулио Альберто. Вот Бани рядом, Берцольф. Англичане образовали круг вокруг своей штрафной площадки. Войти уже в нее непросто. 36-я минута первого тайма. 1-0 в пользу сборной команды английской лиги. Нет положения вне игры. И... Вновь Ленинкер не смог переиграть Шилтона. Еще раз обратите внимание, какие великолепные передачи делают сильнейшие игроки мира. Сейчас буря аплодисментов вызвал пас Мишеля Платини. Там можно еще раз показать. А это вот та борьба, которая была несколько минут назад в линии штрафной площадки между Ленинкером и Маклеландом. Кулио Альберто. Бани. Засаев показывает ему, что нельзя так рисковать. Страхной площадке лучше было назад, отдать Марадона. Платини. Бертольф. Гол. Нет. Мяч Ларова не попадает. Ленинкер. Галин. Ленинкер все время впереди. Все время он завершает атаки. И уже чувствует рисунок. Игры сборной мира. Атаки справа, слева, в середине. И великолепные передачи. Партнеры обеспечивают, снабжают Ленинкера мячом. Причем те футболисты, которые играют без мяча, стараются увести защитников. Хозяев поля подальше, чтобы Ленинкеру было удобно. Ну и он сам играет прекрасно. Может обыграть и одного, и двух защитников. 0-1 проигрывают сильнейшие футболисты мира. Постепенно находят общий язык. И уже, уже к концу первого тайма мы видим и хорошие командные действия. А здесь неудачно сыграли защитники. Выручил их вратарь. Сдвинулись все справа. А угла вратарской было двое футболистов в белых футболках. Доставив в отчаянном прыжке, доставил мяч, который через него перебрасывали в дальний угол ворот. Старший тренер клуба Манчестер Юнайтед, Алекс Шергюсон, считает Досаева лучшим вратарем мира. И говорит, клуб Манчестер Юнайтед с удовольствием приобрел Рената Досаева. И с удовольствием команда вот имела такого вратаря. Марадона. Полотени. Жоземар. Полотени посмотрели, как сыграл аккуратно. Настоящий джентльмен. В такой игре, выполняя подкат, он мог зацепить ногу соперника. На всякий случай не стал отбирать мяч. Уступил. Уступил мяч сопернику, но... Но не нанес ему травму. 39-я минута первого тайма. Великолепный праздник футбола проходит сегодня в Лондоне на стадионе Оэмбля. А это Тарри Венебеллс, тренер сборной мира. Прекрасной комбинацией мы видим. Высокий спортивный дух спортсменов. Спортивный дух футболистов. Благородство. Честная спортивная борьба идет. Но в то же время мы видим, с какой страстью действуют футболисты. И, конечно, обе команды стремятся победить. Селсо, Хулио, Альберто. Футре. Леникер нет. Опять прекрасный подкат. И, казалось, мяч был пущен. Казалось, Леникер уже входит в штрафную площадку. Нет. Маклеванд выбросил ногу, прокатился на другой ноге и отобрал мяч. Робсон, Брайан Робсон. Все время оборону сборной мира футболисты сборной английской лиги растягивают, как гармошку. Футболисты атаки выстраиваются от одной боковой линии до другой. И так, вновь атака хозяев поля. То ли это удар был в дальний угол ворот, попытка нанести удар, то ли передача, трудно сейчас сказать. И вздох, разочарование. Вот такие ошибки сегодня мы видим. Ну, редко, по крайней мере, такие вот неточные передачи, неожиданные. Ренат Досаев. Сильнейший вратарь, безусловно, сегодняшний день сильнейший вратарь и нашей страны, и мира. Хотя в нашей стране сейчас подрастают очень хорошие молодые вратари. И прежде всего Харин, и другие есть. У нас сейчас много хороших вратарей. И не случайно, при той напряженной острой борьбе, которая проходит в чемпионате страны, голов забивается немного. Дадим должное вратарям. А это Платини, пас направо. Паллиникер, ближний угол прикрыл Шилтон. Трудно было сильно ударить Платини. Значит, прямо под ногой был. Носковым ударил Платини. И Шилтон переиграть не удалось. А сейчас мяч отобрали у Марадоны. Аккуратнее просят арбитр. Еще раз напомню, это Кейт Эккетт. Англичанин из Шеффилда. Очень хорошо проводит. Сегодня учиться можно не только игрокам нашим. Есть чему поучиться и арбитрам нашим. Во-первых, вроде бы не быстро бегает судья, но всегда оказывается рядом, в самых острых, горячих точках. Прекрасно разбирается в ситуации. И великолепная жестикуляция. Ничего лишнего, свисков лишних нет. Все видит и все трактует правильно в духе, как говорится, правил, в духе футбола. Хистон. Абонис. Алибертос. Освободили. Тут ему зону партнеры на правом фланге. Кук отходит назад. Пахтер в площадку. Ленингер. Прекрасный полет. Словно птицу взбил. Ленингер в районе 11-метровой отметки опередил защитников. И, посмотрите, король футбола легендарный Пеле аплодирует. Аплодирует. Прекрасной игре спортсмена. Сегодня Пеле перед началом матча в середине поля поздравил каждого из футболистов. То и другое. Команды пожал руки, поприветствовал. Ну и пожелал, конечно, хорошей игры. Игра красивая. Сенсом, Робсон. Бредил. И зацепился за самую бровку. Пас. Точный пас. И как трудно добрать нять. Как трудно добрать нять. Нет. Нарушений не было. И тут же ответная атака на противоположный ворота Марадона. Бертольд. Можно бить. Нет. Прикрыл Филтон ближний угол. И казалось, нужно бить в дальний. Поторопился, погорячился. Бертольд еще раз напомнит. Это самый молодой футболист. Не заметил. В момент удара он смотрел на мяч. Еще раз обратите внимание. И не видел, что дальний угол свободен. Ударил плохо. А это еще раз мы смотрим, как действует Клифф Ален. Находится спиной к защитникам. К защитникам хорошо прикрывает мяч. Ну, было ли нарушение? Наверное, не было. Брэдди. Разбегаются в сторону партнеры. Находят лучшее продолжение на атаке Брэдди. Уэб. Уодл. Обыгрывает. Обыгрывает. Альберто. Ну, и хорошо здесь оказался рядом Селсо. Бертольд бросил мяч назад. Гук. Сэнсом. Сэнсом и Брэдди здесь удобно расположились на левом фланге. Хорошо взаимодействуют. Здесь они хозяева. Толчок небольшой, но был. Здесь они хозяева на левом фланге обороны. Итак, первый тайм закончился. Со счетом 1-0 сборная команда английской лиги выигрывает у сборной команды мира. Мяч на 23-й минуте провел Брайан Робстон. Перерыв. Толчок небольшой, но был. Альбер альбер. 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 Игорь. Альбер. 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 Продолжается товарищеская международная встреча, посвященная 100-летию английской лиги. Сборная английской лиги встречается со сборной командой мира. Хозяева поля в втором тайме расположились слева, сборная мира направо. Футболисты сборной мира в темной и в красной форме. 1-0 после первых 45 минут в пользу хозяев поля. Мяч на 23-й минуте забил Робстон. Я смотрю будут, есть ли замены. В сборной мира замена есть. Рената Досаева заменил Антони Субизаретта. Испания, клуб Барселона. И в сборной Англии. Вот еще и Пребен Эль Кьяр, 15-й номер. Пока не вижу, кого он заменил, но вышел на поле. У хозяев поля появился Норман Уайсайд, 16-й номер. Ну, сейчас объявят, кого они заменили. И разберемся мы. Я смотрю, что нет Леникер на месте. Марадона на месте. Ну, сейчас разберемся. Нет Леникера я не вижу. Леникера нет. Наверное, Леникера Эль Кьяр заменил. Датчанин из клуба Вероны. 15-й номер у него на футболке. Он теперь будет действовать в стиле Леникера. Впереди такого выдвинутого вперед нападающего. Сейчас разберемся, кого заменил Уайсайд. Норман Уайсайд, игрок сборной команды Северной Ирландии. Клуб Манчестер Юнайт. Один из самых молодых игроков. Ему 22 года. Футболист, который уже выступал на двух финальных турнирах чемпионата мира. Играл и в Испании. Ему самый молодой игрок. Ему 18 лет. И в Мексике он выступал. Футболист быстрый и, как правило, играет на фланге. 16-й номер. Ну, а пока все внимание игре. Замен пока, видите, не очень много. К концу встречи, видимо, будут замены уже. Такие большие замены. Латини. Нет, Футроя не успеет. Ну, я напомню составы команды. Сборная команда мира. Это вратарь Зубизаретта в обороне. Справа действует Жозимар, второй номер. Слева Хулио Альберто, четвертый. В центре обороны Селсу, третий номер. И Хиссон, пятый номер. Простите, атакуют футболисты сборной английской лиги. Мяч прилетает. Рядом с воротами, рядом с перекладиной. Полузащитники сборной команды мира. Седьмой номер Бертольд. Девятый Пулатини. Шестой Бани. Десятый капитан команды Марадона. Одиннадцатый Футре. И впереди играет лишь вместо Леникера Элькья. Командант английской лиги. Вратарь Шилтон. В обороне справа второй номер Гук. Слева Сенсум номер. Три в центре обороны. Четвертый номер Маклелланд. Пятый Макград. Полузащитники сборной английской лиги. Седьмой номер Робсон. Восьмой Уэб. Шестой. Шестой был Брэдди. Он и остался. Одиннадцатый Уодл играл. В первом тайме впереди играли десятый Бёрдсли, девятый Аллен. Мы сейчас посмотрим, кого заменил Аллен на месте. Нет Бёрдсли. Вместо Бёрдсли играет Уайтсад. Шестнадцатый номер. Марадона. Футре, Марадона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Интервью во время английских журналистов берут интервью у Робсона прямо во время матча. А может быть это и не интервью, а прямо какой-то короткий репортаж мнения тренера о игре. Сегодня в репортаже, который идет на Великобританию, принимает участие знаменитый в прошлом футболе с Кевин Киган. Футболист, который признавался лучшим футболистом Европы. Марадона. Пуэт. Одал. Футболисты в красной форме отходят назад, а Одал не торопясь идет вперед и бьет неожиданно мяч, задеваясь кого-то и футболистов сборной мира. И теперь будет подаваться угловой. Еще раз посмотрим атаку. Мяч задел Селцу. Брэди. Игра рукой. Футболисты на этот матч сборной мира приехали из разных стран. Я уже говорил, Досаев приехал из Испании, где Спартак сейчас проводит международные встречи. Спартаковцы одну игру уже провели, выиграл Спартак у клуба Валенсия со счетом 5-1. Теперь будет участвовать в турнире, в небольшом коротком турнире. Досаев не спевает на первый матч, сразу возвращается завтра в Испанию и уже в последнем заключительном матче будет играть. Сегодня прилетели Заваров и Биланов. Вчера из Голландии прилетели из Амстердама. Вчера киевские динамовцы, в частности, в турнире выиграли у клуба Порто со счетом 1-0. Вы, наверное, уже знаете, мяч забил Блохин. Но Заваров в вчерашнем матче не играл, не совсем он здоров, и поэтому пока еще, видимо, берегут его тренеры. В очередной раз мы видим, как атаку начинает Уодл. Берсли, Робсон, Брэдди. Неторопливо действует хозяев поля, но смотрите, как долго мяч держится у них. Берсли. И есть возможность для контратаки. Все-таки Робсон отобрал мяч Марадона. Отлично все-таки действует вот этот футболист. Лайон Брэдди. Бол. Прекрасно сыграл Брэдди. Сыл уже упрямо на ногу мяч. Уайтсайду. Еще стал 2-0. Давайте еще раз посмотрим атаку. Как хорошо играет Брэдди в жесткой борьбе. Ну и вот тут центральные защитники сборной мира сыграли не лучшим образом. Вот тут пытался помешать Брэдди сделать передачу ЖСМР, но не получилось. Ну а Селсу, на мой взгляд, немножко просто упустил. Упустил соперника. 2-0. Мяч провел Уайтсайд на 58-й минуте. 2-0. И тут же, я смотрю, проводится замена. В сборной команде английской лиги проведена уже замена. Вышел Стефан Кларк. Он из клуба Челси. Игрок сборной команды Шотландии. И в сборной команды мира замена. У кромки поля Лаэш Деттери. Игрок сборной Венгрии. Который в нынешнем сезоне. Вот сейчас посмотрим, послушаем объявление. И вратарь у сборной английской лиги поменялся. Вместо Петра Шилтона ворота защищает Стив Огрызович. Англичанин Югославского происхождения. Он играл за сборной молодежной, юношкой Англии. Представитель клуба играет за клуб Ковентри. Ну, а сборная мира пока замены не провела. Лодал. Выпускает мяч из рук Суббезаретта. Лаэш Деттери пока проводит разминку. С нынешнего сезона он будет играть с разрешением Венгерской Федерации Футбола. Входим наступать за клуб Эндрасс Франкфурт и выступать по Чедоративной Республике Германии. Итак, 2-0 в пользу сборной английской лиги. Робсон. Марадона. Лотини. Эль Кьяр. Рядом Макград. Выбил Макград мяч в боковую линию. В обороне, да не только в обороне, и у своих ворот, и в центре поля англичане очень часто используют такую силовую борьбу в рамках правил. А с поля ушел бразилец Жоземар. Сборная мира старается усиливать атакующие действия. Вот сейчас обратите внимание Марадона апеллировал к арбитру, показывает, что вот с него жестко играет. Жестко, но каких-то грубости пока не было. Брэдди. И неожиданный удар в дальний угол ворот. Безусловно, Вайлон Брэдди один из лучших сегодня на поле. Игрок сборной команды Ирландии. Сейчас выступает за клуб Вест Хэм Юнайтед. Несколько лет выступал в командах английской, в опросе итальянской лиги. Ну вот сейчас вернулся и вот эти, несмотря на то, что ему 31 год и активно действует и быстро, ну и демонстрирует высочайшее место. Смотрите, он сейчас на правом фланге. Сосали хозяин с поля Кларк вышел. 12-й номер он заменил Кулка. Стефан Кларк, я говорил, он из клуба Челси, я из сборной Шотландии. 2-0. 17-й минута второго тайма. Бертольд, где Тори? Марадона. Футре. Комбинация стенка не удалась, не получила завершения. Удара не последовало. И перед вами вратар Стив Огрызович. Огрызович. Одал. Одал. Кларк. Кларк задел место правого защитника. Барбетец. Борьба идет на половине поля сборной мира. Фуле Альберта забирает скорость. Элькьяр рядом. Ну и рядом трое соперников. Одал. Легко обыграл Марадону. Бертли. Удар. Удар. Марадона. А здесь Сэмпсон перехватил мяч, но отправил его сопернику. Бани. Марадона. Элькьяр. Реже используют при атаках фланги футболиста сборной мира. В основном такое скопление игроков мы видим недалеко от центрального круга, в середине поля. Селсу пошел вперед. И опять попытка приблизиться к штрафной площадке, войти в штрафную площадку через центр. Может быть сейчас удастся. Марадона бьет. Нет. На пути сразу два футболиста бросаются в ноги, бросаются под удар. Элькьяр. Хозяева поля готовят еще одну замену. С противоположной стороны там укропки поля кто-то из футболистов в белой футболке уже готовится вступить в игру Брейдей. Идет вперед. Преимущество у хозяев поля. Преимущество они играют быстрее играют, чувствуются хорошее взаимодействие показывают и пока они активнее. Итак, вместо Лайана Бреди аплодисменты футболисту, который покидает поле. Безусловно, один из лучших игроков. Алан Смит пятнадцатый номер нет, простите, это Пэт Невин. Пэт Невин игрок шотландской сборной из клуба из клуба Челси. Замена можно проводить сколько угодно, неограниченное количество. Поэтому мы ждем, когда же появятся наши футболисты, Биланов и Заваров. Вот пока они там проводят развинку, я смотрю в середине поля, там за боковой линией. Ну, а сборная мира пока готовит атаку. Неторопливо действуют Детари. Плотини, Детари. У главратарских мяч в утро не попадает. Может быть, лучше было действительно отдать Вани, который рядом находился. Уодл. Да, счет прежний. 2-0. Робсон. Уэб. Робсон. Уэб. И вот сейчас можно провести быструю контратаку, если есть силы сыграть быстро. Футре. Марадона. Элькьяр. Не удается последней решающей передачи футболистам сборной мира. Невин. Под Невин. Шотландец. Один из молодых футболистов. Увлекся, забыл о партнерах. И вратарь Марадона. Чуть посильнее. Все время вот мяч не доходит у футболиста, который готов ворваться штрафной площадкой, готов донести удар. Сместился на противоположный флаг Франк Крисуодл. 23 минуты сыграно уже во втором тайме. Счет прежний 2-0. Ну и сразу три замены. Три замены. Смотрю, где же Биланов я вижу вот сзади там. Вместо Селсу Платини и Бани вступают в игру Заваров вот слева точно. Ну и вот кто же еще? Попросите Биланов застал Заваров. В резерве у сборной мира и Стойкович, и Ларсон. Итак, покидает поле Бани, Платини. Тоже третий. Третьего пока мы не видим. Ну и вот Венабл приветствует и зрителей приветствует Мишеля Бултини. Сегодня в первом тайме играл хорошо. У Биланова на футболке тринадцатый номер. Ну и сейчас услышим объявление Диктора. Какие игроки вышли на поле. Элькиар падает. И это арбитр показывает. Удар отворот нарушений не было. Всех футболистов приветствуют. Звезды мирового футбола и те, которые отыграли уже, идут отдыхать, и те, которые выходят на поле награждаются аплодисментами. Марадона. Биланов бьет. Биланов мог забить мяч. Биланов хватает заголову. Команду хозяев поля выручил Джон Маклелл. Он выбил нас в линии ворот. Положение вне игры. Нет мяча за боковую линию. До того, как было положение вне игры, мяч покинул поле футре. И обратите внимание, Биланов как сыграл стремительно, быстро вышел. Может быть, ударил постельнее мяч. Попал бы в ворота. Так, Стойкович. 14-й номер это Ларсен, игрок Гето-Борга из сборной Швеции. И вышел еще Стойкович. Не вижу, какой у него номер на футболке. По-моему, вообще без номера у Стойковича. По-моему, нет номера на футболке. Это игрок югославской сборной, представитель клуба «Цровяно-Звезда» Белград. Детари, Марадона, Биланов. Правый фланг Свободен. Игорь набирает скорость идет прямо на Макклеланда. Передача направо Стойковичу. А вот остальные футболисты отстали. И у левого угла вратарской площадке никого не оказалось. Преимущество по-прежнему хозяев поля. Они действуют и разнообразнее, и чувствуется, что они лучше подготовлены физически. футболисты у Айтайз не успел кмеча. Детари. Биланов совершает рывки, старается освободиться от защитников, от опекунов и ждет передачи. Сенсон в это время идет вперед. Два шведских игрока в центре обороны сейчас Ларсон и вот Хивсон. Футболисты, которые долгое время уступали у себя в Готеборге. Но теперь Ларсон по-прежнему играет в Готеборге, а Хивсон я уже говорил будет выступать в итальянской Фиорентине. 28 минут команда сыграли во втором тайме счет 2-0 и пока мы не видим чтобы сборная мира усилил что ли в игру в атаке. В какой-то степени игра сейчас выронилась, больше проходит в центре поля. трудно конечно ждать. А это Арсвальдо Ардилес чемпион мира 78-го года аргентинец который уже несколько лет выступает в клубе Tottenham Hotsport правда в последнем сезоне он не часто выходил в составе клуба выходил в основном на замену сейчас он появится на поле и услышите как его будут приветствовать оси Ардилес как его здесь зовут итак у кромки поля Асфальдо Ардилес аргентинец чемпион мира 78-го года 14-й номер у него на футболке будет выступать за сборную команду английской лиги Бёртсли Уэб Сэнсом и можно ударить уже поворотом положение вне игры теперь уже можно не бить нет мяч не засчитывается положение вне игры итак вместо Нейла Уэба на восьмом которого был восьмой номер в игру вступает Асфальдо Ардилес 35-летний футболист средней линии поля прекрасный игрок мы помним и по выступлениям на аргентинском первенстве мира и выступлением по выступлениям здесь в Англии за Тоттенхем Ходспорт великолепно видит поле отличная техника хороший дрибник мы сейчас увидим наверняка он все это продемонстрирует может быть сейчас у него не хватает сил играть полностью 90 минут но минут 20 17 он сыграет я думаю хорошо Асфальдо Ардилес 14-й номер чемпион мексиканского первенства аргентинец Диего Марадона 10-й номер чемпион мира 78-го год другой аргентинский игрок выступают сейчас в разных командах играют друг против друга Хуль Альберто страхует ближний угол ну и теперь вот есть возможность атакующую комбинацию у сборной команды мира Стойкович Диатори все-таки Элькьяр выиграл борьбу Макграта выиграл но сильный точно не удалось ударить непросто было это сделать 2-0 по-прежнему сборная английской лиги выигрывает Невин и положение вне игры Марадона Биланов хорошо пропускает Элькьяра мяч тот замешкался и потерял потерял мяч не увидел рядом Стойковича Лайтсайд притормозил подал Марадона по-прежнему с мячом Элькьяр Стойкович Ларсон Удар выше ворот бил Паоло Футре Я смотрю все время на Заварова он один там на беговой дорожке то что здесь нет беговой дорожки здесь проходит собачий бега но как-то здесь тоже беговая дорожка проходят футбольные матчи собачьи бега вот там за рекламой за рекламными щитами на корточках сидит Александр Заваров может быть выйдет он в самом конце наверное все-таки не совсем здоров побежал к скамейке запасных и сейчас снимает костюм уже Заваров но пока Сенсом передает мяч Тортилис теперь Сенсом Сенсом и Ларсон уже Элькьяр с его посетой Тортилис убегает Элькьяр от Тортилис и набирает скорость левый фланг свободен нет посильнее Биланову так не убежать ему нужно на свободное место давать а тут мяч был как говорят футболисты отдан в борьбу на стадионе Уэмбли в Англии продолжается матч посвященный столетию английской лиги сборная команда английской лиги встречается со сборной командой мира около 10 минут осталось играть командам в матче счет 2-0 в пользу хозяев поля мячи забили на 20-й Робсон в начале второго тайма отличился Уайтсайд игра похожа с преимуществом хозяев поля они и более сыграны лучше физически подготовлены подготовлены звезды мирового футбола в отдельных эпизодах показывают великолепную игру сейчас маратон идет вперед рядом с Депутре бросается в радаре Агрезович под удар и ликвидирует опасность а наш Игорь Биланов показывает что он был свободен на дальнем углу вратарской площадке в первом тайме выступал Ренат Досаев его заменил потом Андони Субизарет испанский игрок после перерыва появился на поле Игорь Биланов и сейчас готовится вступить в игру Александр Заваров несколько замен уже провели футболисты обеих команд игра подходит к концу уже не так быстро действуют футболисты но чувствуется что хозяева поля подготовились к этому матчу лучше да и не случайно они готовились несколько дней а футболисты сборной мира собрались окончательно в составе что ли сегодня только за сутки до начала матча всего лишь два футболиста было здесь в Лондоне прилетали вчера вечером сегодня утром футболисты конечно тут трудно найти общий язык сразу несмотря на то что индивидуально конечно футболисты сильные а пока англичане атакуют футболисты английской лиги мяч отобран Марадона в центральном круге слева Эльхьяр набирает скорость тут же и Игорь Биланов Биланов зашел немножко назад под вперед положение вне игры нет выход 1 на 1 пуля Альберта идет по пустым воротам промедлил промедлил и мяч который уже летел в пустые ворота был выбит центральным защитником Джоном Макклеландом он выручил свою команду уже второй раз после удара Игоря Биланов отправил на пределы поля и вот сейчас замена в сборной мира вместо Паула Утре в игру вступает Александр Заваров и в команде английской лиги вместо Петра Бергсли на поле вышел не вижу кто же вышел Алан Смит Алан Смит вышел Заваров отдает мяч в Биланову здесь у нее рядом оказались на левом фланге сыграли неудачно теперь хозяева поля атакуют Клифф Ален под Снэвен на этих стрессовую площадку там без особого труда останавливается в центральной защите Хисы направляет значит на левый фланг Биланову Биланов и рядом Заваров справа Марадона притормозил Биланов пас Марадоне Марадона Детари не сильной передачи мяч в руках уголкипера Стива Огрызовича который после перерыва заменил Петра Шилтона вратарь выбивает метров за 20 до центра поля Ларсон у Заварова на футболке 16 номер вновь Ларсон с большими силами идут вперед сейчас футболисты сборной мира звезды хотят ну если не интеграция то хотя бы забить один мяч Марадона Бертольд Стойкович нет штатную площадку не пускают очень хорошо обороняются сегодня футболисты английской лиги здесь внимательно самоотверженно сейчас угловой удар будет справа выполнять Стойкович Драгон Стойкович югославский игрок из клуба Стройяна Звезда Эль Кья Вертоль Заваров Виланов на штатной площадке Детари Марадона через себя бьет падение не сильно бьет и мяч летел в ближний угол ворот Ротарь поймал и тут же бросил вперед небольшая пауза футболисты в красной форме футболисты сборной мира отходят на свою половину поля Ардилес аргентинский игрок выступающий за клуб Тотахем Ходспорт вышел на замену во втором тайме и вот сейчас он был включен на правом сланге Ардилев Невин сильнейший удар в начинке высший ворот бил Стефан Кларк удар от ворот 2-0 по-прежнему в пользу сборной команды английской лиги Около 7 минут осталось играть команда в сегодняшнем матче Стойкович едва не потерял мяч в центральном круге Эль Кьяр смещается на правый фланг в самой бровке Детри Эль Кьяр не замечает его не отдает кляч нет отдал все-таки наши немножко отошли наши футболисты имеют ввиду наши Заваров Заваров бьет Бьет Роскута Дебяти не сильно Сборная английской лиги по-прежнему чаще при атаках используют фланги и создают дополнительные трудности игрокам обороны сборной мира Звезды же стараются больше действовать индивидуально при помощи коротких передач и все время стремятся пробиться штрафную площадку через центр Положение вне игры Хиссон Заваров в центральном круге по столево Биланову Биланов идет прямо прямо на соперника смещается влево к угловому флажку идет притормозил Заваров Холио Альберто кому же отдать мяч в стартовой площадке Тест длинная передача Марадона подался перед защитник и не получилось и уже Ардилес выводит мяч из своей стартовой площадки левый фланг свободен туда устремляется Уайтсайд в центральном круге англичане сборной английской лиги не торопясь передают мяч друг другу напомню что в сегодняшнем матче было забито два мяча в первом тайме отличился Брайан Робсон после перерыва после великолепной передачи Лайон Брэдди мяч провел Уайтсайд Торман Уайтсайд вот он сейчас мячом по старту и площадку укол вновь Брайан Робсон и вновь отличная передача с левого фланга сделал ее Уайтсайд и счет стал 3-0 и опять неудачно сыграли в центре обороны футболисты команды звезд в телевизионном мониторе раз за разом показывают повтор этой комбинации очень похожая комбинация вот так же передачу сделал в начале второго тайма слева Брэдди и отличился до Уайтсайд а сейчас Уайтсайд вывел капитана сборной команды английской лиги капитана сборной команды Англии Брайана Робсона и тот точно ударил 3-0 Элькиар наступает в мяч стартовой площадки перед ним Маклеллан пьет кач подальщик штангу атака сборной мира продолжается пуля Альберта сделать высокую передачу в прыжке Стив Агрызович пытался достать мяч и умешал Элькиар угловой удар чуть больше двух минут осталось играть командам 3-0 выигрывает хозяева поля футболисты сборной мира так и не наводили коллективные действия коллективную игру в атаке нет совсем уже ничего не осталось матч окончен ну что ж мы вас поздравляем зрители давайте зрители с великолепным футбольным спектаклем футболистов можем поздравить с такой праздничной игрой с праздничной атмосферой игра проходила в коррекции в борьбе все что могли футболисты показали большое им спасибо за этот матч и на этом заканчиваем репортаж со стадиона Уэмбли из Лондона 3-0 в пользу сборной английской лиги еще раз напоминаю и всего вам доброго передача была организована советским телевидением комментатор Владимир Перетурев до свидания